Компания Сенко это производитель гвозди-скоба-забивного пневмоинструмента полного спектра от микрошпильки диаметром 0,6 мм до 100-го, 130-го, 160-го гвоздя и можно больше. В линейке есть все. Гвозди, скобы, гофрокрепеж, специальный крепеж, костыли для паркетных работ, любое оборудование и любые комплектующие. Также Сенко является производителем и компрессионного оборудования, шлангов и масел, всего прочего, все, что нужно для этих работ. Вот очень перспективная моделька на сегодняшний день, а сейчас 50 xp. Цена, кстати, этой модельки на сегодняшний день в рознице 24 900, что даже ниже аналогов от других производителей. Работает со скобой N с шириной короны 11 мм. Если говорить в преломлении к паркетчикам, достаточно востребована при изготовлении чернового пола, то есть фанера на деревянные лаги. Модель отличается тем, что имеет достаточно узкий носик, что позволяет больше удобно работать. Обычно у аналогов нос намного массивнее и больше. И здесь очень оригинально решено открывание носа. У всех этих моделей возможны варианты, когда в носу зажевывается скоба. У самых первых, у самых старых моделей это просто 4 болта, которые нужно выкрутить, вынуть зажеванную скобу, прикрутить обратно. После этого появилась система с предохранителями. Вот такого рода. То есть если скобу зажевало, вы откидываете пластину носа, вынимаете зажеванную скобу и обратно защелкиваете. Но эта система, как показала практика, не идеальна. Данная пружина ослабевает. Если вовремя менять, то ничего страшного не происходит. Но когда все это на работе, на объектах, люди забывают применять пружину, нос начинает гулять, отсюда возникают проблемы. Данная моделька первая, в которой это решили принципиально по-другому. Нос выглядит полностью массивным, монолитным, но при этом он открывается. Но открывается как? Отъезжает назад, задняя пластина. Вынимаете зажеванную скобу. Это никогда гулять, играть не будет. Вроде мелочь, но это очень хорошо и очень высоко оценено теми, кто на этом работает. Потому что для тех, кто с этим сталкивался, это крайне важно. Это большой геморрой на старых пистолетах. Большой геморрой на старых пистолетах. Согласен. Да я и собираюсь это сейчас сделать. Что нас достать? Ничего. Работать можно либо отжали предохранитель, нажали на курок, скоба забита. Либо можно работать в автоматическом режиме, нажимаете на курок и работаете предохранителем. Все. КОНЕЦ. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...